Диабло 2 Многие молились, чтобы игра не стала провалом, а некоторые даже и не думали, что Blizzard могут провалиться, и Blizzard не провалились. Эта компания практически единичный случай в игровой индустрии, она ни разу не выпускала плохой игры. Пускай она разрабатывает игры долгими годами, но то, что мы получаем на выходе, стоит того. Повезло, что с Диабло 2 не получилось таких заминок. После больших продаж копии первой игры, разработчики всерьез задумались о создании сиквела. Долго не гадали, чем же обрадовать игроков, и в итоге они решили продолжить оригинальную линию игры, дабы не рисковать огромной армией поклонников. Так и началась относительно недолгая разработка игры. Игра делалась не спеша и с душой. Лицо игре сделали не только геймдизайнеры, но и остальные участники проекта. Программисты, звукорежиссеры и прочие члены коллектива. Каждый мог предложить внести то или иное дополнение в игру, с согласием, конечно же, коллег. В целом, разработка игры шла хорошо, без особых косяков. Встречались, конечно же, как и в разработке любой другой игры, моменты, которые заставляли переделать ту или иную часть. Но это никак не сказалось на качестве. Эти моменты явный признак хорошей игры. Видно, что разработчики всю душу вкладывают в свое дитя. У каждой игры есть какой-то план, по которому разработчики ориентируются во время разработки. В этот раз решили отказаться от штампов и разрабатывать игру по мере продвижения. Внедрение в игру какого-либо нововведения, типа сокетов, сопровождалось рядом мелких дополнений. Маленькие дополнения порождали еще более мелкие. Так и собиралась паутина, которая при увеличении вырисовывалась целую игру. Для привлечения аудитории игру решили упростить. Но особых упрощений по сравнению с первой частью, конечно же, не было. Но игра отличалась от шаблонных RPG того времени. Взять хотя бы Elder Scrolls. Неопытный игрок заметит, насколько Диабло проще. И это, опять же, только к лучшему. Как и в первом Диабло, игроку доводилось сражаться с полчищами монстров. Разработчики просто взяли и умножили все то, что было в первой части игры. Больше монстров, больше персонажей, больше пространства, больше способностей, всего больше. Интересным нововведением в игровую индустрии стало Древо Талантов. Сейчас оно есть практически в любом RPG, и не только. Тогда же это была привилегия лишь некоторых стратегий. Ведь в Талантов дала возможность каждому игроку выбирать еще более не похожий на другие стиль игры. Наш герой поглотил камень душ, дабы избежать событий, которые произошли в Тристраме. Герой ходил по миру и долго не оставался на одном месте, ведь зло внутри него было контролировать сложно. Несколько лет продлились странствия храброго героя, пока его разум и дух не были сломлены окончательно. Сам Дьявол пытался завладеть его разумом. Простой смертный не смог усмирить великое зло. Диабло взял под контроль героя, но он не обладал достаточной силой, чтобы принять свою истинную форму. Вместо этого он решил освободить своих братьев Бала и Мефистофеля, также заточенных в камнях душ. Его странствие на восток начинается с посещения, можно сказать, родного города-героя, Тристрама. Он останавливается в одном из заведений, где наружу и вырываются темные силы, которые он старался удерживать внутри себя. Оставив вырвавшееся зло в Тристраме, он продолжил свой путь на восток, в пустынный город Лутгалейн. Силы тьмы уничтожили и разграбили весь Тристрам, а последнего из харадримов, Декарда Кайна, подвесили на городской площади в клетке. Тут и начинаются события игры, когда в лагерь разбойников прибывает наш новый герой. Там ему дают несколько мелких заданий по уничтожению демонов, после чего ему предстоит спасти Кайна, чтобы тот хоть как-то пролил свет на происходящее событие. Усевшись у костра, Декард рассказывает, что воин, спасший Тристрам раньше, стал бомбой замедленного действия, и, спасая мир от разрушений, сам стал рукой разрушителя. Отправиться в путь за Диабла сразу не получается, перед этим нам придется победить демоницу Андариэль, которая является главой местных демонов. Найдя ее в катакомбах местного собора, герой возвращается в лагерь, говорит с Варивом и отправляется вместе с ним в дальнейший путь. По прибытию в Лут Галейн, мэр поведает нам о неком страннике, после которого в этих землях стали происходить ужасные вещи. Мертвые сошли с ума и оживают. Он же говорит, что путник искал гробницу Талраша. Талраша был великим магом, который пожертвовал собой ради заключения Бала в Камень Душ. После того, как армия Бала была уничтожена, Бал не переставал быть сильным врагом, и его магические заклинания несли разрушение. Талраша приказал всем своим воинам-харадримам атаковать разом Бала самыми сильными заклинаниями. Бал становился слабее, но все еще был силен, и тогда он нанес последний удар, который уничтожил уйму воинов, но самого мага поразить он не смог. Также атака повредила Камень Душ, который предназначался для демона. Камень раскололся на куски, и ни один из них не в силах был сдержать мощного демона. Тогда Талраша подошел к Балу, разрезал ему горло и положил туда самый большой осколок. Хоть Бал и был заключен в осколке, долго его держать там было нельзя. Тогда могущественный маг решил пойти на крайнюю меру. Он сказал приковать себя к монументу в одной из семи древних гробниц. После того, как его приковали, Архангел Тироэль подошел и манзил Камень Душ ему в грудь, после чего Бал оказался внутри мага. На оковы были наложены сильнейшие заклинания и руны. В остальных шести гробницах были похоронены сильнейшие маги Талраша. После разговора с местным главой, одна из жительниц просит помочь очистить канализацию от монстров. Они уже долгое время не дают жителям спокойно существовать. В канализациях мы находим свиток Харадримов, в котором подробно говорится о том, как пройти к усыпальнице Талраша. Теперь герою предстоит найти части посоха. Посох понадобится для открытия последнего уровня гробницы Талраша. Прежде чем герой находит все части посоха, ему попадается Харадрический куб, в котором можно скрещивать все возможные вещи. Именно в нем и произойдет превращение нескольких деталей в один посох. Попав в могилы, герой вставляет посох в специальное отверстие и открывается проход. По прибытию оказывается, что Балл уже освобожден. После уничтожения демона, охраняющего могилу, устречаем Архангела Тиреэля. Он говорит, что мы немного опоздали, нужно торопиться, ведь в опасности весь мир. Далее путь героя лежит в город Кураст. Помимо монстров, перед жителями города стояла еще одна проблема – это Орден Закарум. Послушники Ордена подверглись влиянию шара подчинения. Для того, чтобы добраться до уже освобожденного Мефисто, необходимо уничтожить этот шар. Но справиться с ним может только оружие, созданное из останков Халима. Халим был главой Ордена, но послушники, в которых вселилось зло, разорвали его на куски. После того, как все куски будут собраны, герой находит Мефисто и заключает его в Камень Душ. Перед нами появляется еще одна проблема. Главный демон Диабло снова получает силу, и герой первой части превращается в него. Балл и Диабло, почувствовав опасность, сбегают в адское логово. Спустившись в самую глубь ада, герой встречает самого неожиданного персонажа в аду – Архангела Тиреэля. Он просит спасти от ужасной участи его лейтенанта Изуала. Ангел находится в плену у демонов, и наверняка это не лучшее место для него. Найдя Изуала, мы видим, что это уже не тот ангел, которым он был раньше. Сейчас это призлужник Хаоса. Герой оказывает неоценимую помощь, убивая его, после чего ангел может вернуться в рай. Ангел только сейчас понимает, что Камни Душ – это не только хорошая темница для демонов, но также и смертельное оружие в их же руках. С помощью камней демоны намереваются снова попробовать захватить мир, и в этот раз шансов у них куда больше. Герои решают уничтожить злосчастный камень, заключенным в него Мефисто. Теперь путь лежит к адской кузнице, но помимо этого герою еще предстоит найти молот, в котором будет достаточно силы для уничтожения камня. В итоге, после того, как камень был уничтожен, мы продолжаем и дальше продвигаться по адским чертогам, и вскоре находим и убиваем Диабло. Вроде все хорошо, но остался еще третий брат демон – Бал, и возможно, вскоре он закончит дело начатое Диабло. Весь сюжет Диабло 2 рассказывается третьим лицом, непосредственным свидетелем всех происходящих событий. Когда герой, победивший Диабло в первый раз, приходит в таверну в Тристраме, он убивает всех, но лишь одному старику удается выжить. Было ли это чистой случайностью, или в планах Диабло он должен был занять свое место – неизвестно. Мужик последовал за Диабло, и что ему управляло, он сам не знает. Причем к плечу с темным властелином он проследовал от Тристрама до ворот ада. Но все же в ад войти он так и не осмелился. Во время событий в пустыне именно этот старик по имени Мариус вырвал из груди Талраша Камень Душ и освободил Бала. Ангел Тироэль, увидав это, схватил старика и, кидая его из стороны в сторону, говорил, что тот наделал. Тироэль дал старику задание – войти в ад и уничтожить этот камень. Камень остался у старика, и он вернулся в монастырь, в котором не собирался провести остаток своих дней. К сожалению, после этих событий старик полностью сошел с ума. Мариус сожалел о том, что не смог выполнить приказ ангела. Игра начинается с того, что некий путник приходит в монастырь и начинает беседу с Мариусом. После того, как старче полностью рассказывает историю, путник подходит к старику. Старику кажется, что этот путник и есть Архангел Тироэль. Он просит прощения и умоляет простить его. Протягивая камень к путнику, Мариус понимает, что это вовсе не Тироэль, а владыка ужаса Бал. После крика «Нееееет!» игра заканчивается. Игра очень преобразилась со времен первой части. В нее добавили все то, чего ей не хватало. Героев было пять, а не три, как в прошлой игре. Теперь, помимо воина, мага и воровки, добавили паладина и некроманта. Воровка теперь называется Амазонкой. Паладином назывался воин, владеющий магией света, а некромант повелевал добрыми трупами. У каждого из них было три ветки талантов, которые прокачивались с уровнем, путем вбивания в них очков опыта. Близзард всегда положительно относились к игрокам и пытались воплотить их мечты. Еще во времена первого Диабла ходил слух, пущенный в обиход давно и неизвестно кем. Что в игре можно открыть доступ к секретному уровню, населенному коровами. В этом уровне должны были находиться невиданные сокровища. Теперь в этот уровень и вправду можно было попасть, скрестив ногу Вирта, одного из персонажей первой части, с книгой порталов в кубе Харадримов. В лагере разбойников открывался портал, через который мы и попадали в секретный уровень. В нем игроку предоставлялась возможность побоевать с коровами, которые были вооружены алибардами. Крутая часть Диабла это самогенерируемый мир. Каждый раз, начиная игру заново, местность была построена совсем по-другому. Каждый раз вы начинали играть в другую игру. Эта возможность в совокупности с пятью героями заставляла игрока играть еще и еще, чтобы посмотреть то, что он не успел посмотреть в прошлом прохождении. Игра была супер популярной, и игроки требовали еще. Так и выходит аддон Lord of Destruction. После того, как Балл забрал камень душ у Малиоса, вся его демоническая сущность вырвалась наружу. Тело Талраши полностью изменилось. Лишь его натянутое лицо на физиономию Бала напоминает о его человеческом обличии. Балл решает осквернить камень мира, который находится в горах, около города варваров Харагат. Демон осаждает город со своей армией и выдвигается в горы, где и оскверняет камень. Наши герои вместе с Архангелом убивают Бала и приходят к камню. Камень заражен и может принести огромный вред Санктуарию. Тироэль ценой своей жизни уничтожает его. Сюжет был шикарен и подавался игроку более чем хорошо, он въедался в разум надолго. Прогресс по сравнению с первой частью заметен. В дополнении, кроме пятой главы игры, добавляют еще двух персонажей, Ассасина и Друида. Ассасин строил боевую тактику на основе ловушек. Друид же призывал на помощь всевозможных живых существ, или же сам принимал форму животного. Кроме Близзардов, к игре делали дополнение и сами игроки. Их было огромное количество, море всяческих аддонов, в которых можно было утонуть. Самым значимым для меня стал Underworld, в который я играл чуть ли не больше, чем сам Диабло. После выхода второй части началась разработка третьей, но из-за медленной работы Близзард Норс отделение распускают. После чего, Диабло 3 ждала долгая разработка, в ходе которой игру полностью переделывали несколько раз. И я надеюсь, она того стоила, ведь Близзард пока не доведут свой проект до идеального состояния, не могут его выпустить. С вами был Перпетум Мобил, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч!